Комитет разведки Конгресса США призвал срочно одобрить помощь Украине. Соответствующее заявление 17 апреля опубликовали в соцсети ИКС. Сегодня на засекреченном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять агрессивной войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине является критической. Как сообщает The Wall Street Journal, призвали подать в отставку спикера Палаты представителей США Майка Джонсона. Причиной является его законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. На что Джонсон ответил, что в отставку не уйдет, ведь считает себя спикером военного времени. У воли Джонсона призывает его однопартиец, республиканец Томас Масси, который также является критиком помощи Украине. По данным Wall Street Journal, Масси не единственный, кто призывал Джонсона уйти в отставку. 16 апреля он заявил, что присоединился к Марджери Тейлор Грин, которая является конгрессменом от республиканской партии. Именно она подала ходатайство об отставке спикера в прошлом месяце, но пока не пыталась добиться голосования. По данным издания, Майк Джонсон столкнулся с самым большим вызовом своему руководству с момента вступления в должность прошлой осенью. Все больше республиканцев показывают, что разочарованы его лидерством. Они также обеспокоены по поводу его предложения принять четыре отдельных законопроекта, объединить их и передать в Сенат. А именно помощь Украине, Израилю плюс поддержка Тайваня. А также добавить документ, который сосредоточится на приоритетах национальной безопасности и будет включать предложение оплатить помощь Украине путем ареста российских активов. План предоставления части помощи в виде кредитов, а также новые санкции против Ирана после того, как Тегеран нанес удары по Израилю 14 апреля. Тем временем в Белом доме уже заявили, что они не поддержат законопроект о финансировании только Израиля без Украины. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она призвала палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США. Продолжение следует...